всем здравствуйте сегодня я хочу предложить связать вот такую клубничку я ее вязала из хлопковой пряжи и она у меня получилось на пять с половиной сантиметров если вы будете вязать из какой-то другой пряжи более толще то значит и клубничка по размерам у вас тоже получится больше вот так она выглядит со всех сторон и теперь начнем вязать для клубнички я буду использовать стопроцентный хлопок это ализабелла в 50 граммах 180 метров вот 50 граммах 180 метров коралловый цвет это основной у меня будет это 619 номер зеленые 612 и желтый 110 крючок я буду использовать номер полтора так как он вытерся вот номерок я написала и так как я буду делать клубничку погремушку естественно я буду использовать вот такую гремелку она небольшого размера вот до до двух сантиметров вот около двух сантиметров вот такая мелочка буду влаживать ее в игрушку я беру основной цвет делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 и 5 и теперь колечко затягиваем теперь вяжем второй ряд во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавлению вот провязываем 1 столбик и сюда же ввязываем 2 столбик вот два провязали и далее вот так в каждый столбик 1 2 и так вяжем до конца ряда и всего во втором ряду у нас получится 10 столбиков перешли к третьему ряду в третьем ряду мы провязываем без изменения 10 столбиков и так довязываем до конца ряда вяжем четвертый ряд четвертом ряду провязываем один столбик а в следующий прибавление то есть вяжем два столбика здесь мы можем одеть маркер для того чтобы не запутаться и снова так повторяем один столбик следующий прибавление и так чередуем до конца ряда и в четвертом ряду у нас будет 15 столбиков в пятом ряду в каждый столбик мы провязываем по одному столбику то есть нам нужно провязать 15 столбиков по кругу вяжем шестой ряд в шестом ряду провязываем два столбика 1 2 а в третий прибавка и снова так повторяем один столбик второй столбик а в третий прибавка и так чередуем до конца ряда в шестом ряду у нас будет 20 столбиков седьмой ряд в седьмом ряду мы провязываем по кругу 20 столбиков так вяжем до конца ряда перешли к восьмому ряду восьмом ряду провязываем три столбика 1 2 можем одеть маркер 3 а в 4 столбик прибавка 1 и сюда же второй столбик и так будем повторять по кругу снова повторяем один столбик второй третий а в 4 уже прибавка так чередуем до конца восьмом ряду будет 25 столбиков 9 ряд снова повторяем провязываем вот 25 столбиков без изменения вяжем до конца ряда десятый ряд провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и в 5 прибавление и так снова повторяем 4 столбика в 5 прибавление десятом ряду будет 30 столбиков в следующем ряду мы провязываем 30 столбиков и так вяжем вот их по кругу и и вот по 30 столбиков мы провязали до 16 ряда всего это получилось 6 рядов вот 1 2 3 4 5 6 рядов и это у нас 16 ряд переходим к 17 ряда и начиная с 17 ряда мы будем делать убавление вот провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и после четвертого столбика убавление захватываем за передние стенки одного столбика и вот следующего столбика и провязываем их вместе вот такое у нас убавление и так мы вяжем до конца ряда 4 столбика далее убавление и всего в семнадцатом ряду получится 25 столбиков после семнадцатого ряда вот я наполнила наполнителем а после 18 уже положу гремелку и сейчас вяжем 18 ряд в этом ряду у нас тоже будут убавления и поэтому мы вяжем три столбика 1 2 3 и после третьего столбика захватываем за переднюю стенку 1 2 столбика и делаем убавление так будем вязать до конца ряда восемнадцатом ряду у нас получится 20 столбиков после 18 ряда вот я уже вложила гремелку и еще наполнила наполнителем и теперь вяжем девятнадцатый ряд в девятнадцатом ряду провязываем два столбика вяжем один столбик второй столбик и после двух столбиков убавление снова так будем чередовать до конца ряда и в конце в девятнадцатом ряду получится 15 столбиков теперь двадцатый ряд в двадцатом ряду вяжем один столбик и после первого столбика убавление и опять мы так будем чередовать до конца ряда столбик убавление и в конце двадцатого ряда получится 10 столбиков еще я до заполнила наполнителем так как отверстие сужается и переходим до заключительного двадцать первого ряда здесь вот в каждый столбик мы провязываем убавление и всего у нас таких убавлений получится 5 и довязываем так до конца и вот мы довязали клубничку но маленькое отверстие вот такое у нас осталось для того чтобы его не было мы оставили хвостик одели его в иголку и и захватываем теперь за передние стенки всех верхних столбиков вот таким образом и теперь так затягиваем стянули отверстие и ниточку вывели вот таким образом и вот такая основа клубнички у нас получилось эту ниточку можно отрезать теперь сверху у клубнички нам нужно сделать листочки там где вот мы стягивали колечко вот сюда протягиваем зеленую нить захватываем вот такие и подтянули и набираем 7 воздушных петель 1 у нас уже есть 1 2 3 4 5 6 7 теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида в следующую воздушную петлю полустолбик теперь два столбика с накидом 1 2 снова повторяем полустолбик и в последнюю воздушную петлю провязываем столбик без накида и вот центральная ты в центр клубнички снова вот так захватили эти лепесточки мы потом можем немножечко подхватить пришить кому нравится можно оставить и так и теперь вяжем следующий лепесток снова повторяем 7 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 во вторую от крючка вяжем столбик без накида полустолбик 2 столбика с одним накидом снова повторяем полустолбик и столбик без накида и опять ввязываем в центр клубнички итак продолжаем вязать далее лепесточки вот у меня получилось 5 лепесточков вот такие теперь я ниточку не отрезаю а сделаю в цепочку из воздушных петель так для того что это у меня будет как подвеска 1 2 3 4 5 6 так вот провязываем воздушные петли и вот я провязала воздушные петли и теперь с противоположной стороны зафиксирую соединительным столбиком отрезаю нить я подлиннее потому что я буду вот эти вот все лепесточки на клубнички фиксировать то есть буду их пришивать вот так протягиваем нить и и вот такая петелечка у клубнички у нас получилось вот такая клубничка получается вот все листочки зафиксированные вот такая петелечка эту клубничку можно где-то повесить и теперь нам осталось сделать на клубнички вот такие желтенькие точечки я делаю желтую нитку в иголку и теперь вот внизу начинаю снизу оставлю здесь хвостик вот и таким образом и вот так в произвольных местах мы прошиваем вот такие желтые точечки на клубнички там где вам удобно там вы их и делаете как вам будет нравится вот я таким образом прошиваю по кругу и прошиваем так по всей клубнички вот такие точечки я вышила на клубнички теперь хвостик верхней вот вернула я к низу к нижнему хвостику это для того чтобы завязать узелок 1 и 2 и спрятать его в клубнички чтобы все наши точечки все наши ниточки вот были зафиксированы и вот такую клубничку мы сегодня с вами связали всем спасибо за внимание до новых встреч